Дата праздника в честь открытия курортного сезона 30 мая. Особого приглашения на торжества ни сочинцам, ни отдыхающим не потребуется. Зато они будут разосланы в адрес глав 19 городов, в которых проходила презентация курорта. Таким образом, реклама Сочи выйдет на новый уровень. Пригласить коллег предложил Анатолий Пахомов, чтобы показать реальность, как Сочи подготовился к сезону. Во время майских праздников прошла, можно сказать, генеральная репетиция. Гости отмечают, все службы отработали хорошо, город показал себя гостеприимным и комфортным. Но, как убежден глава, перед летом нужно привести в порядок сельские округа. Отдыхающие все чаще интересуются экотуризмом. Речь-то не идет о том, что мы там какие-то дорогие должны дома делать. Но элементарный порядок навести, чтобы это было по-человечески, можно. Монастырь надо держать в идеальном состоянии. Сделайте Нижнешиловку, и знаю, по какой причине ее надо делать. Потому что туда тоже едут люди. Еще несколько поручений о подготовке так называемых мест показа, то есть различных природных достопримечательностей. Об усилении работы коммунальных служб, если коротко всех структур, от которых зависит и хороший отдых гостей, и нормальная жизнь горожан во время сезона. Строители пообещали, к середине июня отменится реверсивное, и начнется нормальное движение по трем мостам, ремонт которых завершится в Лазаревском районе. Но исполняющим обязанности главы центрального района стал Андрей Терещенко. Об этом объявил на совещании глава Сочи. До этого Терещенко возглавлял управление протоколом и контролем администрации курорта, а затем являлся заместителем главы администрации центрального района. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.